Индустриальная площадка Чистополь стала местом притяжения инвесторов Моногород. Там идет активное строительство новых предприятий, создаются рабочие места. Своё производство уже запустили несколько резидентов. Благодаря статусу ТОССР, который Чистополь получил в прошлом году, они получают налоговые каникулы и льготы для того, чтобы с успехом реализовать свою идею. Депутаты Госсовета посетили пивоваренный завод и обувную фабрику, где ознакомились с выпускаемой продукцией, которая пользуется спросом не только в республике, но и за ее пределами. Итоги приезда депутата подвели на совещание. Статус ТОССР не только дает возможности, но и обязывает. Над чем предстоит работать, рассказали депутатам Госсовета. О состоянии инфраструктуры для бизнеса в Моногороде рассказала первая заместитель руководителей исполкома по экономическим вопросам Лейсан Кашапова. Она подчеркнула, что из всех пяти ТОССР, созданных на территории Татарстана, у Чистополя самые низкие барьеры для вхождения резидентов. Председатель Государственного совета Марат Галеев отметил, что благодаря развитию Моногорода Чистополь заметно преображается. Также пожелал продолжать активное развитие инфраструктуры в том же духе. Продолжается подписка на Чистопольские известия «Чистай Хаберляре» – главную газету Чистопольского района. Только у нас самые важные, актуальные, интересные и правдивые новости всех сфер жизни района. Оформить подписку можно во всех отделениях почтовой связи и в редакции газеты. Подпишитесь и будьте в центре событий. Телефоны для справок 510-57, 510-60, 16+. Реальный тюремный срок получил бывший руководитель Чистопольского городского исполкома Александр Зайконников. Уголовное дело по обвинению экс-чиновников в получении взятки в крупном размере при заключении муниципальных контрактов рассмотрено Чистопольским городским судом. Прокурор просил Зайконникова признать виновным в совершенном им преступлении и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 9 января в отношении Зайконникова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В марте дело передано в суд. За все это время было проведено 5 судебных заседаний. Адвокат просил действия Зайконникова квалифицировать как мошенничество, либо злоупотребление должностными полномочиями, а также учесть все смягчащие обстоятельства по делу. Сам же подсудимый в последнем слове садейным раскаялся. Приговором Чистопольского городского суда 27 мая 2019 года Зайконников Александр Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренном пунктами Б и В части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Стать свидетелем экстремальных восхождений на мировые вершины, увидеть редких животных, погрузиться в подводный мир и хоть на мгновение оказаться там, где почти не ступала нога человека. Такая возможность теперь есть у каждого желающего. От Арктики до Антарктики. Так называется выставка с яркими и необычными кадрами, которые запечатлили экспедиторы и путешественники-фотографы на разных уголках нашей планеты. Эти фотографии можно увидеть на новой площадке Русского географического общества, которое открылось в Чистопольском литературном музее-заповеднике. Кроме снимков, там представлены и уникальные экспонаты, археологические находки, документы и книги, посвященные научно-географическим исследованиям. На протяжении многих лет после нашей экспедиции у нас накапливается колоссальное количество артефактов. И эти артефакты к нам вызывали, чтобы мы действительно дали возможность людям узнать о той жизни, о тех культурах, которые попадаются нам в процессе нашей экспедиции. Почетные гости своих эмоций не скрывают. Они признаются, что не могли пропустить открытие этой уникальной площадки. Я вообще восхищаюсь работой Сергея Валерьевича Салеева. И то, что сегодня получилось открыть непосредственно часть этого музея, я хочу сказать, что у Сергея Валерьевича огромное количество задумок, огромное количество материалов, которые он может дальше устанавливать. Я еще раз хочу сказать, что это позволит ему делать настоящих патриотов не только вашего города, не только нашей республики, но и всей России. Главными гостями в этот день были молодые ребята и девушки. Именно для них по всей стране члены Русского географического общества открывают такие площадки, которые являются отличным стартапом для их самореализации, также началом больших и новых открытий. Основная цель этой площадки заключается в том, чтобы собрать здесь неравнодушных людей, которых на самом деле колоссальное количество, которые реально могут помочь молодым ребятам реализовать себя в жизни. Если ребята захотят, чтобы реализовать себя через те проекты, которые предлагает нам наше государство в виде грандов, в виде тех интересных проектов, которые она ставит для их реализации, они могут здесь на нашей площадке себя именно реализовать. Вот уже несколько лет РГО поддерживает проекты, цель которых – сохранение и изучение редких видов животных. На базе местного отделения также создан молодежный подводный исследовательский отряд, в рамках которого дети и подростки проходят обучение подводному плаванию, принимают участие в экологических и экспедиционных проектах. Продолжается подписка на Чистопольские известия «Чистай Хаберляре» – главную газету Чистопольского района. Только у нас самые важные, актуальные, интересные и правдивые новости всех сфер жизни района. Оформить подписку можно во всех отделениях почтовой связи и в редакции газеты. Подпишитесь и будьте в центре событий. Телефоны для справок 510-57, 510-60, 16+. Субтитры создавал DimaTorzok